Поступил такой вопрос Женщины 115 кг Она твердо намерена сбросить вес тем, что решилась длительно поголодать Я ей пишу Это не ваш путь После длительного голодания Все надо закреплять правильным питанием, двигательной активностью, распорядком дня Вы это выдержать не сможете Привожу свой собственный пример Примерно вот эта фотография, которую вы сейчас видите Это мне где-то лет 35-36 Вот здесь я применил все средства Еще не было длительного голодания Но были регулярные голодовки Еженедельные там Раз в сутки в неделю Но регулярные Была еда Половина примерно салатики Там тушеные овощи, а потом дальше там каши шли Все там остальное Двигательной активности даже большой не было И видите, каким я стал стройным Это мне было примерно 30 лет назад Теперь вы видите меня таким То есть я на того человека не похож У меня сейчас примерно 105 килограмм собственного веса Я бы не сказал, что я толстый Но здесь достаточно И это все из-за того, что Того, чего я придерживался в то время Сейчас я этого не придерживаюсь Возможно, если бы я этого придерживался Я бы был бы постройнее, нежели сейчас Но Жизнь вещь такая Что вначале вас этот процесс увлекает Вам это нравится Вы видите результат Вы довольны Потом проходит год, два, три, пять Как-то это все уже становится Само собой разумеющееся Потихонечку Вы Под действием Окружающих факторов Друзей, семьи, работы Начинаете менее этого всего придерживаться И в результате Становитесь Ну вот как я примерно сейчас А то и побольше Так вот Вся суть заключается в том Самооздоровление Чтобы выбрать такой режим Чтоб вам было комфортно Чтоб вам было Это не в тягость Чтоб вы были довольны собой Чтоб вы были достаточно здоровы Здорово себя ощущали Вот То есть Между питанием Между движением Между распорядком дня И между своим здоровьем И внешностью Вот это все вместе совместили Чтоб вам это все было не в тягость Длительное голодание Для того, чтобы его провести Ну например Такое, как я провел Сорок суток Я уехал в Германию Первые две недели Если не больше Я находился там То есть Я не видел семьи Я не видел Как кто ест Я был занят Постоянно Отвлечен То переезд То еще что-то И после этого Только я вернулся сюда И уже доголодал Здесь Специально Выделять время Для этого Довольно таки трудно Плюс Плюс Что хочу сказать Я встречался с врачом Миркиным Который Как раз Применяет Лечебное голодание Для того, чтобы люди Примерно с двухсот Килограммового Веса Ну достигли Там Девяносто килограммов Но это не только голодание Это в основном В основном Это питание После голода Вы возвращаетесь К своему питанию И вот тут-то Вот тут-то Если у вас нету Самодисциплины Если у вас нету Нужных знаний У вас Получается Что все идет Насмарку Вы набираете еще больше В этом деле Разочаровываетесь И становитесь К тому же еще и больными Вот Так вот Он Еще идет Психологическую Работу С этими людьми Он постоянно Им звонит Постоянно Их настраивает Потому что Человек Такое существо Которое сбивается С курса Так вот Его надо постоянно Настраивать Вот он Этим занимается Кто вас будет Настраивать То есть Вас хватит Ну Я говорю В лучшем случае В лучшем случае Дай Бог Вас хватит На пять лет В чем я сомневаюсь Вас хватит Максимум На полгода Это как правило Девяносто процентов И Опять таки С опыта Передачи Скажу На передачу Приходила Масса Людей Которые Сбросили По Двадцать Тридцать Десять Килограмм Веса Они сбрасывали Это Становились Стройными Но Удержать Вес Этот То что Они приобрели Удалось Лишь Где-то Процентом Пяти Из ста То есть Сто человек Начали Пять Осталось Вот Такой Форме Которую Они хотели Поэтому Из своего Собственного Опыта Из опыта Других Людей Я хочу Вам сказать Уважаемое Чтобы сбросить Этот вес Даже Знаете Анализируя Опыт Других Людей Например Дженнифер Лопес Которая Поправилась После родов Что она Применяла Она Сначала Добавила Физическую Тренировку Физическая Тренировка Допустим Та же Ходьба А это Самая Лучшая Ходьба Сбросили Какое-то Количество Килограммов И вес Стал Дальше Она Добавила Диету Более Такую Жесткую Вес Дальше Пошел Я же Вам Рекомендую Не Ущемлять Себя Ни в чем Перейти Просто На Раздельное Питание Вот Это Раздельное Питание Уберет Килограмм Двадцать Легко И просто Вы будете Есть Те же Продукты Только Не сочетая Их Вместе Картошку Салат Мясо Салат Через все Это такое От хлеба Допустим Желательно Отказаться Сладости Сократить Плюс Добавить Физическую Нагрузку Это Сделает Очень Очень Хорошее Дело И далее Далее Раз В недельку Вы начнете Голодать Раз в недельку По Сутки Но зато Регулярно Чтоб Вы Себя Ну будем Говорить Дисциплинировали Важно Подчинить Тело Потому что Тело Оно так и стремится За счет Инсинктивных Вот этих Вот Вещей Которые В нем Есть Оно так И побуждает Вас На то И на другое На третье Побуждения Это очень Сильны Потому что Они лежат В основе Вашей Жизни И С ними Не надо Сражаться А с ними Важно Договориться И как только Вы с ними Договоритесь У вас Все пойдет Так как Надо Начнете Применять Образно Волевые Настрои И полюбите Себя Такой Какой Вы Есть Окружающую Жизнь И Височек Начнет Приходить В норму И достигнет Того Какая Вы Должна Быть От Природы С возрастом Естественно Это будет Немножечко Побольше И это Естественно Для лиц Более Старшего Возраста Потому что 15 лет Это один Возраст 20 лет Это другой Возраст 25 30 35 И пошло 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 Все Мы Меняемся И Быть Так же Таким Допустим В 60 Лет Как В 20 Даже В 30 Это не совсем Нормально Да Приближенным К этому Очень хорошо Но не стремиться Потому что Это дополнительная Нагрузка Важно Так Построить Свою Жизнь Чтобы Вы Чрезмерно Не давили На самого Себя И Это Вам Было Не в тягость А как бы Само Собой Разумеющееся И тогда Будет Все в порядке Все пойдет Так Как Надо И станет На свои Места Поэтому Не делайте Того К чему Вы Вроде бы В уме Вы готовы А когда Вы начнете Все это Делать Это Совсем Другая Разница Потому что Не зная Своих Реакций Как Организм Ведет На голоде Как Он Ведет Себя На Выходе Потому что Только В моих Книгах Кстати Есть Такая Информация О Перевозгуждении Жизненного Принципа Ветра Ее Нету Нигде Когда На голоде Вы Вы Вышли Полные Сил Стройности И так Далее И так Далее И потом С Вами Через Два Три Дня Начинаются Проблемы Вдруг Там У Вас Какой Нибудь Запор Возникает Вдруг У Вас Прошедший Геморрой Вылазит Вдруг Еще Что Такое Вы Не можете Пищу Переваривать И Прочее Прочее Начинаются Проблемы И еще Хочу Сказать Что Когда Вы Применяете Голодание Сбрасывается Не Жир А Вначале Сбрасывается Ну Естественно Там Подкожный Жир Какой-то Внутри Расположенный Так Называемый Висцеральный Жир В области Брюшной Полности Да Он там Начинает Сбрасываться Внешне Вот этот Жир Практически Особо Не сбрасывается Но зато Уходят Мышцы То есть Мышцы Уходят Вперед А жир Только Потом И он Уходит В основном Не столько На Голоде Как Когда Вы Начинаете Восстанавливаться Соблюдая Значит Вот этот Распорядок Как я вам Сказал Салаты Тушеные Овощи Потом Там Каши Потом Пускай Там Белки Там Какие-то Ну Вот Все Что я Хотел Вам Сказать И Важно Поздравлений Не пороть Горячку Я уже Выложил Достаточно Книг Для свободного Пользования И продолжаю Их еще Делать Кое-чего У вас Нет У тех Кто Раньше Получили Я В последнее Время Выложил Еще Там Где-то Две Одну Книгу Почитайте Их Почитайте Опыт И потихонечку Пробуйте Важно Узнать Самого Себя Узнав Самого Себя Вы можете Рулить Не узнав Самого Себя Что Вами Движет Невозможно Это Регулировать Кажущиеся Регулировки Приводят Только К тому Что Вы Наоборот Разглаживаете Работу Организма И получаете Совершенно Обратный Результат Поэтому Образумьтесь Читайте Мои книги Читайте Книги Других Авторов Можете Сравнить Их Между Собой И Начинайте Все Постепенно Доброго Вам Здоровица Продолжение следует